А вот к нему добавляется модуль сим-карты, которая вставляется, сим-карта, и он способен передавать эту информацию в виде смс-ок на телефон. Поэтому, опять же, если пожар, так что туда ехать? Надо сразу звонить 101, и соответственно, чтобы туда ехали пожарные. Если там разбили окна, то да, уже надо понимать, что надо ехать, что-то делать. Опять можно имитировать свое присутствие, то есть можно там запрограммировать, что он будет включать свет вечером с 7 до 11, и поэтому дом там не будет выглядеть для внешних наблюдателей-разведчиков, что он там мертвый. Вот, включили, выключили. Вот, и там вот реальные прошивки, люди там, ну опять это добавляются аккумуляторы для автономного. Ну, простейший тут, как раз в чем прелесть, товарищи, 3,3 вольта питания и то же самое 3,6 вольт литий-ионовый аккумулятор. Поэтому оно хорошо стыкуется, емкость большая, потребление минимальное. Вот, и он там, даже если пропало напряжение, может там неделю работать в автономном режиме. Вот, при этом все это компактное, дешевое, все определяется именно вот мозгами, ну и интересом, да, это запрограммировать, сделать, вот, и, кажется, подстраховаться, да, вот для таких случаев. Поэтому, кажется, не только какой-то, ну тут разные есть уровни, да, есть вот как наш начальный такой ознакомительный, вот, есть люди уже такие прикладной, что что-то делают в виде этих охранных систем. Ну, к сожалению, товарищи, многие интересные проекты, они есть, но их нет в паблик. Почему? Потому что те, кто освоил все это дело, они работают на фирмах, у них, соответственно, корпоративные обязательства, и работать-то они работают, зарплату получили, а продукт труда принадлежит компании, да, копирайт. Поэтому, значит, если вот он сделает такую утечку информации, то, соответственно, что? Расстанется с работой, поэтому, начиная с какого-то уровня сложности или интересности, значит, просто так этих прошивок и готовых, ну, вернее, исходников, да, тут же дело не в прошивке, а в том, чтобы иметь исходник программы, разобраться в нем, и потом готовые эти фрагменты, блоки использовать в своих проектах, но, увы, там, как говорится, уже наступает конфликт интересов, поэтому не все доступно из того, что хотелось бы, хотя оно есть и работает. Так, товарищи, ну, на этом уже совсем все, поэтому сейчас буду ждать, может, кто-то приедет, да, из 81 группы, вот, но опять, ну, опять же, если у кого-то есть интерес, то можно, товарищи, в дистанционном режиме поработать, то есть, если будет, вот, у нас занятие с кем-то, кто приедет, да, то в это время можно получить удаленный доступ вот компьютеру, который я вам показывал, тут все установлено, ну, видите, программное обеспечение большое, поэтому так на своих компьютерах, компьютерах, как говорится, не у всех они потянуты, нужно ли это, плюс макеты здесь, вот, ну, можно удаленно поработать, попрограммировать, а в режиме видео, как говорится, камеры, да, увидеть, да, по обратной связи, получилось ли то, что хотелось, поэтому это я имею в виду для тех, кого нет, так, все, я молчу, а то вижу, вы хотите спросить, а я все время говорю. Да, спасибо, я хотела бы узнать, я с 81 группы, но вот у меня сегодня не получается приехать, а можно просто, если вы будете еще проводить занятия с другой группой, в другой день приехать, ну, тоже? Да, товарищи, конечно, можно, вы можете группироваться, тут дело не по группам, что для одной, для второй, а по времени, да, поэтому, опять вы говорите, с другой группой, другая группа тоже должна набрать какой-то, ну, кворум, да, заинтересованных, согласовать время, вот, приемлемое для всех, и тогда мы проведем это занятие без привязки к группам, а просто среди тех, кто может приехать и, ну, как бы, интересно с этим поработать. Спасибо, тогда буду следить. Ну, тут следить можно не следить, надо, как я говорю, проявить инициативу, то есть озвучить, я могу там в такое-то, такое-то время, кто еще может, кто-то откликнется, тогда сформируем вот такой виртуальный коллектив, ну, как, он реальный будет, вот. Вот, приедем, доступ в корпус открыт, свободен, тут никого нет, поэтому, опять же, сколько работать от вас, то есть, уже вступительную часть мы прошли, можно уже вот все это включить, видеть в большем или меньшем объеме во время занятия, там, ну, за 2-3 часа тут можно очень многое увидеть, поработать и ознакомиться. Поэтому, я только приветствую, да, ну, видите, не могу, как, ну, раньше-то, ну, как, в рамках обязательной программы, поэтому закончили лекции, перешли, вот у нас лабораторные работы. Вот, сейчас вот такая ситуация, что надо вот так выкручиваться, да, но, тем не менее, возможность есть, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь ей, но в режиме активном, да, ну, собирайте там какой-то коллектив и будем это проводить вот в лаборатории. Говорим, товарищи, да, значит, ну, если это понятно, то, то тогда уже я жду, да, ваших, соответственно, ну, инициатив, предложений, ну, я имею в виду по группам, ну, по дням, в какое время. Вот, и сколько ориентировочно людей. Ну, опять из, еще раз говорю, до 10, до 12 за один заход, поэтому. Ну, ну, мне трудно предположить, тут 4 группы, это человек сколько вас, там, 70-80, поэтому, ну, какой процент киевлян, опять же, кто из них тут может подъехать и в какое время, вот, неопределенность, поэтому. Ну, ну, возможно, есть. Так, товарищи, тогда вопросы и, ну, опять предложения, да, по времени, ну, это вы уже с собой совещаетесь. И тогда на сегодня можем заканчивать, но опять вот Ивана собиралась подъехать, поэтому она, кажется, сможет поработать. Если кто-то еще может успеть, ну, опять, если это, еще раз, с днем проблемы, то можно вечером, 5-6-7 вечера, когда уже у вас там нет накладок, вот, тоже проводить эти занятия. Зрозумело? Да, спасибо. Да, зрозумело. Хорошо, товарищи, тогда что у нас? Ну, опять, я допроверяю контрольную работу, ну, из тех, кто есть, вышлю, постараюсь заранее интегральные наши показатели по совокупности, да, контрольных, посещаемости, активности и так далее. Вот, ну, и, соответственно, кто хочет поднять оценку, такая возможность будет, да, но оценки будут там в полном диапазоне от пятерок до каких-нибудь, ну, еще не знаю, да, насколько там у кого-то бедственное положение, что не был, не написал, не знает, не понимает. Ну, тогда, соответственно, тройки тоже могут быть, поэтому вот такой план работы. Все тогда, товарищи, на сегодня уже совсем все. Спасибо за внимание. Вот, я надеюсь, было интересно. Ну, если бы не этот ковид. Тогда я завершаю конференцию, товарищи, да, говорите. Да, спасибо, до свидания. Да, всем, всем тогда всего доброго. До свидания.